Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. Вопрос касается того, что автора систематически принижает её мужчину. Вот. И она спрашивает нас о том, как сделать так, чтобы об этом не повторилось, стоит ли расходиться с таким человеком, стоит ли рвать с ними отношения, вот. И как не нарываться в следующий раз на такого мужчину ещё в будущем. Собственно ответ на первый вопрос, точнее на второй вопрос заключается в том, в вашем ютексте он есть, где вы пишете, что думал он плохо меня знает, либо изменит своё поведение. Иными словами, вы говорите, что вот ты меня плохо знаешь, и поэтому ты можешь меня принижать. и вот я тебе сейчас покажу, какая я. И своё поведение ты изменишь. То есть здесь вы как бы исходите не от ощущения, если можно так выразиться, если можно так сказать, вот. Вы исходите не из ощущения своей собственной ценности, а исходите из того, что человек, другой человек должен вам её показать. Должен вам её продемонстрировать. Должен вас как бы признать. Он не признаёт, и у вас появляется желание сделать что-то ещё, 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 ещё. Собственно говоря, отвечая на ваш вопрос о том, что можно сделать, чтобы не нарваться на такого мужчину в будущем, я думаю, что ответ довольно простой. не позволять человеку того, что вы сами считаете непозволительным по отношению к себе. Определиться с этим для себя и настоять на своём. Вот только есть, по-видимому, ряд аспектов, которые вам сделать это мешают. Это неуверенность, это страх, это сомнение, и это в целом ощущение, что вы можете быть плохой. То есть некая такая обесценивающая тенденция по отношению к самой себе. И вот именно с этой обесценивающей тенденцией мы, как психологи, можем вам помочь. Чтобы она вас не тянула назад, вниз. Далее. Вы говорите об общих по девочкам домашние, не пьющие и пе-пе-пе. Это хорошо, в том смысле, что если вас устраивает, то это хорошо. Но проблема заключается, пожалуй, в другом. Я думаю, что если подобная реакция, подобное поведение приводит к вашей скромности, к вашей пассивности, к формированию позиции ведомого, когда вы идете как бы за человеком, то вот в этом уже ничего хорошего нет. Потому что какой бы образ жизни вы бы не выбирали, какой бы образ жизни вы не выбирали. Вне зависимости от этого, это не должно вас, ну по крайней мере, на мой взгляд, это не должно вас обесценивать. А судя по тому, что мы видим, вас это обесценивает. Судя по тому, что мы видим, обесценивать вас это довольно сильно. То есть, окей, если вы хотите быть домашними, если вы хотите делать то, что вы делаете, никаких проблем нет. В таком случае. Вас это не должно обесценивать. И если это происходит, то есть, если это все-таки вас обесценивает, то это повод для того, чтобы опять же вернуться в психотерапии. Потому что какой бы вы не выбрали для себя образ жизни, на мой взгляд, вы ничем не хуже другого человека. А сейчас выглядит все так, как будто вы именно что себя обесценивает. Так вот. Что касается вашей истории, то есть я имею в виду семейные истории, на мой взгляд, на мой взгляд, тут есть элементы детско-родительского сценария. Вот. И вам из него нужно выходить. Дело в том, что, несмотря на мои высказывания относительно того, что вы находитесь в позиции ведомого, и что вы как-то вот впадаете в зависимость, если хотите, да, от человека и так далее. А несмотря на это, в основе такой истории, истории, когда человек вас принижает, обесценивает, лежит то, что в глубине души вы таким образом обретаете свою над ним власть, потому что вам кажется, что человек без власть не сможет обойтись. То есть это история про то, что вы хотите быть сильнее и обрести определенную стабильность, уверенность. Вот. Ну, например, уверенность в том, что вы не будете одна. И очень часто, я не говорю, что это конкретно ваш случай, но очень часто бывает так, что когда человек старается вот таким образом себя обеспечить, вот, он получает довольно разрушительное отношение. Происходит это от того, что человек, с одной стороны, в себя не верит, происходит это от того, что человек в какой-то степени себя обесценивает, и, с другой стороны, не мыслит себя без других людей. Ну, то есть, посмотрите, то, что вы описываете очень похожее на то, что вы полностью направлены на семью. Это, конечно, хорошо. Хорошо. Нет ничего плохого в том, что вы направлены на семью. Но, я не думаю, что очень хорошая идея заключается в том, чтобы обесценивать себя вне этой семьи. Или не видеть себя вне семьи. А, по моему мнению, опять же, именно это вы и делаете. Вот, как-то так. Смотрите, здесь нужно на расширение своих кругозоров, расширение своих интересов, расширение сфер, которых вы себя реализуете и применяете, для того, чтобы более твердо стоять на ногах. Так же, в детско-родительском тандеме, в детско-родительском сценарии часто присутствует тенденция к доказыванию чего-либо, кому-либо. Посмотрите, так это или нет. На этом все. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать на с собой работу. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.